Здравствуйте всем! Сегодня, в конце 2020 года, мы встречаемся со старшим вице-президентом Норникеля Ларисой Зельковой. Здравствуйте, Лариса Геннадьевна! Здравствуйте! 2020 год стал настоящим испытанием для всего мира и главный челлендж – это пандемия коронавируса. Что ответил Норникель на этот вызов и как сегодня справляется компания? Мне кажется, что Норникель в числе тех компаний, которые дал не просто хороший или отличный ответ на вызовы пандемии, но и смог всю ситуацию, которая с нами случилась в 2020 году, повернуть в сторону получения неожиданных совершенно, но позитивных результатов. Мы смогли так отлазить наши IT-системы, что сегодня абсолютное большинство нашего управленческого персонала может работать не в офисах, а удаленно. И это для будущего, для развития наших управленческих инструментов, для оптимизации бизнес-процессов – очень важное достижение. Во-вторых, выяснилось, что мы все очень хорошо умеем поддерживать друг друга и что забота о здоровье наших сотрудников, здоровье близких – это действительно важная для нас ценность. Потому что компания приложила все усилия к тому, чтобы обезопасить сотрудников на производственных площадках, чтобы максимально уменьшить риск для здоровья тех, кто работает в офисах. Норникель потратил существенные ресурсы на то, чтобы и оплачивать своим сотрудникам работу в нерабочие дни, чтобы организовать доставку в наши регионы больших партий тестов, санитайзеров, СИЗов и самых разных других вещей, которые, как выяснилось, понадобились в этот момент. Ну и, конечно, хочу сказать, что был еще один важный фактор. Мы в этом году почти совсем не ходили в отпуск, и наша традиционная программа санаторно-курортного лечения, когда мы предоставляли сотрудникам компании путевки по очень льготным ценам, тоже, к сожалению, была заморожена. И возврат средств за купленные билеты, за путевки и разные другие расходы тоже лег на плечи Норникеля. И надо сказать, что эти плечи нас не подвели. По удаленной работе вы сказали, что удалось организовать ее. Как она была организована? И формат такой подошел административным сотрудникам? Будет ли как-то продолжена дальнейшая вот такая работа теперь? Слушайте, ну Норникель не является IT-компанией и, наверное, никогда ею не станет. У нас очень большой фактор имеет взаимодействие, личная работа, команд, сотрудников друг с другом. Поэтому удаленная работа для нас – это, с одной стороны, вынужденная мера, которая была, безусловно, оправдана и остается до сих пор крайне важным инструментом снижения нагрузки на каждого из нас, на коллективы. Мы бы очень не хотели все вместе, чтобы каждый из нас болел, наши друзья, близкие тоже оказались бы под такой угрозой. Поэтому удаленка для нас сейчас – это благо. Другое дело, что навсегда остаться в таком режиме мы, конечно же, не сможем. Но у нас есть ряд подразделений и есть ряд направлений бизнеса, которые с учетом особенностей того, что они делают, и сегодня находятся фактически в режиме таком полуудаленном всегда. Мы рассмотрим, как можно было бы использовать опыт удаленной работы для оптимизации работы, ну не знаю, например, общего центра обслуживания или наших отдельных подразделений в Москве. В общем, есть над чем подумать. Этот год нам подбросил много вопросов, ответы на которые нам пригодятся. Про медицинское оснащение. Вы сказали, что компания помогала, в регионы присутствия поставлялись и медикаменты, и оборудование. Но вот как вы можете оценить, насколько в регионах справились с такой большой нагрузкой? Мне трудно оценивать качество медицинских услуг в Норильске, на Кольском полуострове, да и в Зубайкальском крае. Но могу сказать только одно, что этот 2020 год еще раз подтвердил, что наш проект, который мы начали год назад, проект по созданию корпоративных медицинских центров, не просто нужен сотрудникам компании, не просто актуален для нас, потому что мы хотели бы, чтобы наши сотрудники и жители наших городов имели альтернативные медицинские услуги, имели бы возможность обращаться в качественные медицинские центры, отличные от государственных. Не только все это подтвердил, но и фактически нам такой большой красный фонарь зажег и сказал, давайте быстрее, это очень важно. Все эти месяцы проектный офис развития корпоративной медицины активно продвигал проект, и я уверена, что мы в середине следующего года откроем в Норильске первый медицинский корпоративный центр на Севастопольской улице. Надеюсь, что это будет хорошее начало, хороший старт, потому что мы планируем в течение ближайших двух-трех лет открыть в Норильске еще три корпоративных медицинских центра. А как пандемия повлияла на развитие социальных программ компании? Ну, к сожалению, пандемия еще не закончилась, и мы по-прежнему находимся в режиме, когда каждый день возникают какие-то потребности и вопросы. Вот буквально до последних недель этого года у нас существует график поставки в Норильск и на Кольский полуостров важных компонентов для тестовых лабораторий на ковид, для наших медицинских учреждений, которые находятся в наших городах. Мы также совершенно безвозмездно передали большое количество средств защиты и обработки самых разных поверхностей нашим предпринимателям в наших городах. И это был тоже такой важный шаг, потому что мы все вместе. У нас был уникальный набор мер поддержки для наших предпринимателей, потому что мы не только смогли сократить в самый разгар, когда все было закрыто, расходы предпринимателей, связанные с арендовыми платежами, с различными расходами на коммунальные услуги и так далее, мы еще предоставили предпринимателям в Норильске возможность льготного провоза доставки в Норильск их товаров, которые бы им потребовались для того, чтобы продолжать свою деятельность. Что в этом году удалось сделать региональным институтом развития? Я имею в виду агентство развития Норильска, агентство развития Мончегорска, и какие планы у них на следующий год? Агентство развития Норильска в третий год своей жизни в городе прошло серьезное такое боевое крещение настоящее, потому что команде агентства удалось с началом пандемии очень быстро пересобраться и оценить, а что же сегодня важно, потому что да, традиционный план работы, который был утвержден, забюджетирован, он трещал по швам, потому что все то, что было запланировано, было трудно сделать, потому что все сидели дома, нельзя было собираться большими группами, ну и много еще было других ограничений. Агентство развития Норильска, большие молодцы, они создали специальный ресурс в интернете, на котором предприниматели, у которых были закрыты их офисы и магазины и возможности для реализации своих товаров и услуг, получили такой маркетплейс, место, где можно в интернете заниматься электронной торговлей. Агентство смогло перевести в онлайн почти все свои активности, и даже, представляете, фестиваль «Большой Аргиш», который ежегодно собирал на улицах города большое количество горожан, и был таким очень любимым мероприятием, которому 10 лет уже в Норильске, и тот был проведен в усеченном формате, а у него была большая онлайн-составляющая. Много таких примеров, которые я и называю боевым крещением. Что касается агентства развития Мончегорска, то это агентство было зарегистрировано только в этом году, ему еще предстоит осознать ту новую реальность, в которой агентство появилось, ну и, конечно же, найти свои ответы на вопросы, как сделать так, чтобы Мончегорск был местом привлекательным и для тех, кто там живет сегодня, и для тех, кто хотел бы приехать туда, чтобы работать на наших предприятиях. Я надеюсь очень, что 2021 год не только поможет реализовать наши намеченные планы, но и всем принесет ощущение того, что невзгоды, трудности и наши проблемы остались в году ушедшем, в году 2020. Мне бы очень хотелось, чтобы 2021 год дал нам всем возможность чувствовать себя воодушевленными и ждать от жизни и от того, что происходит с нами, только позитивных новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok